И также у нас есть такой тип карт, как магические эффекты. Это особые карты, на одной и на другой стороне одно и то же. Они ставятся в начале игры отдельно, не перемешиваются ни с какими другими картами. Ну, похоже на карты задатков, карты благословления и так далее. Ну, давайте посмотрим, что они нам дают. Они взаимосвязаны с некоторыми заклинаниями. Например, Синее Пламя. Синее Пламя нам дает плюс 4 к проверкам сражения. И все шестерки считаются как 2 успеха. То есть, своеобразный магический дробовик. И если соответствующее заклинание будет обновлено, будет обновлено или восстановлено, то сыщик теряет эту карту. Это действует по отношению ко всем магическим эффектам. То есть, сыщик для начала должен получить одно из соответствующих заклинаний. Для синего Пламени это вызов синего Пламени. Для внутреннего зверя это вызов внутреннего зверя, потому что сам он, по-моему, тоже вызов переводится на русский. И для третьего глаза это открытие третьего глаза. Ну, давайте рассмотрим соответствующие заклинания, потом вернемся к двум оставшимся магическим эффектам. Для большинства из них их не надо восстанавливать в фазе передышки. То есть, если вы их истощили, они остаются истощенными, пока на это не повлияют какие-нибудь события в игре, которые требуют восстановить все ваши заклинания. И, как видим, у них нету цены могущества у обеих. Сенить Кост 0. У третьего глаза модификатор наложения плюс 0. У вызова внутреннего зверя минус 2. А вот у вызова синего Пламени модификатор есть. Модификатор плюс 1 и цена могущества 1. И также, если мы не хотим, чтобы оно восстановилось, а восстановление это значит потерю соответствующего магического эффекта, поэтому эти две карты не восстанавливаются. Потому что, если они восстановятся, мы потеряем соответствующий магический эффект. Как только мы их накладываем, мы магический эффект получаем. Итак, единственное исключение, вот это вызов синего Пламени. Чтобы не допустить восстановления этой карты во время фазы передышки, вы можете заплатить 1 единицу рассудка. Не платим 1 единицу рассудка. Все. Карта восстанавливается и магический эффект прекращает свое действие. То есть, она обратно возвращается в соответствующую колору специальных карт. Давайте теперь рассмотрим оставшиеся два магических эффекта. По своей сути, они схожи. Один дает, внутренний зверь, дает плюс 1 к максимальному значению здоровья, минус 2 к максимальному значению рассудка и плюс 2 ко всем проверкам боя. Также во время фазы передвижения вы получаете один дополнительный пункт движения. Третий глаз дает плюс 1 к максимальному значению рассудка, минус 2 к максимальному значению здоровья и плюс 2 ко всем проверкам ужаса. И также, если у вас есть третий глаз, вы не можете быть проклятым. Но если на вас уже наложено проклятие, то есть вы прокляты, вы не сбрасываете это проклятие. То есть сбрасываете его в обычном режиме, когда выбросите один в фазе передышки. То есть это довольно-таки хорошие магические эффекты, которые нам дают перманентный бонус. И это все, что я хотел вам рассказать о заклинаниях и о магических эффектах из дополнения король в желтом. Спасибо.